Современное христианство находится в кризисе. С другой стороны, раввинистический иудаизм тоже в таком же кризисе. Поэтому кто мы? Если мы исповедуем Ишуа Христом, кто мы? Очень хороший вопрос. У нас есть дорожная карта. Либо же такой отпечаток. Схема или план-проект. Как архитектор делает план-проект здания, прежде чем строить. И если здание не похоже на первоначальную программу, то что-то неправильно. И мы также читаем в Новом Завете, что Ишуа глава одной церкви. Есть только одно тело. И мы читаем в Новом Завете, что И также в Новом Завете мы видим, что ученики были научены соблюдать заповеди. Когда я смотрю на современное христианство, оно даже и вблизи не стояло с той церковью, которую я читаю в Новом Завете. Во-первых, существует всевозможные виды христианства. Тысячи разных деноминаций. Которые друг с другом борются, воюют. И у которых вообще разные абсолютно противоположные понимания Ишуа. Все заявляют на то, что у них есть вера в Ишуа. В том числе мормоны, в том числе свидетели Иеговы. Так же католики, ортодоксы, православная церковь. И никто из них не исполняет то, что заповедал Ишуа. Если Новый Завет есть нашим примером, то тогда в Новом Завете нет Рождества. И также нет Пасхи. Пасхи именно православная. Нету также Дня Святого Валентина. И нету Дня Всех Святых. Ни одного из праздников Ни один из этих праздников не соблюдала Нового Заветного Церковь. И даже Шаббат И даже Шаббат И даже Шаббат И даже Шаббат только учит Эта Церковь сейчас по всему миру не соответствует первоначальному плану. Ишуа назван Господином Шаббата. Однако у Церкви нет Шаббата. И Церковь продолжает праздновать все эти языческие праздники, которые были даже до Ишуа. Это, можно сказать, заказали Мерседес Бензел, получили фиат. Даже меньше, чем фиат, ладу получили. Платим за Мерседес, а получаем ладу. И христианство это не та церковь, которая написана в Новом Завете. В Новом Завете сказано соблюдать заповеди. Ни один раз. Ни одним автором. Даже самим Павлом. Да. Даже самим Павлом. Да. Да. И yet, the church is teaching completely anti-Tora. Да. 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 Знаете ли вы, учит ли церковь соблюдать те заповеди? Какая церковь учит не кушать крови? Твоя церковь. Это хорошо. Но большинство протестантов в евангелических церквях не учат этому. евангельских церковь. Правда? Да? Да. Англиканская церковь. Англиканская церковь. Агниканская церковь. Агниканская церковь. В Втеранская. Католическая церковь. Да. У них сейчас такие огромные скандалы. Да. Да. That a very large percentage of the priests and the pastors are homosexuals. Not one. Not two. Most of them. And the church is quiet for hundreds of years. They knew about it. The church, the Catholic church and the Greek Orthodox church are some of the richest organizations in the world. In their countries, the Catholic countries have some of the poorest population in the world. Beside the enmity and the wars and the hate and the anti-semitism and the anti-semitism and the κι. и церковь вообще близко не похожа на первоначальную программу Бог promised in the scriptures a Mercedes and the church is delivering a Lada, not even a Lada roller skates получается Бог обещал Mercedes-Benz в Писании, а тут мы доставляем Lada, даже не Lada, может быть даже роликовые коньки that's the situation of Christianity today with small small exceptions and that's why I think that's the role of messianic Judaism the role of messianic Judaism is to return the church back to its roots back to its connection with Israel and with the Jewish people it was Jesus who taught salvation is of the Jews salvation is of the Jews not of Rome and not of Constantinople there is not one single institution of modern Christianity that is in the Bible are there Protestants in the Bible no are there Catholics in the Bible are there Methodists in the Bible are there Pentecostals in the Bible they keep none of the holidays of the Bible none of the holidays that the Apostles kept their teaching is still pagan because they believe in three gods and not in one no matter how you explain it the traditional creeds of the Orthodox and Catholic and the Protestant churches are all pagan they worship more than one God and we are commanded 50 times in the New Testament that we have one God so it's not even similar modern Christianity is not even coming close to what Jesus taught and what Paul taught the impression that we have is that Paul taught against the Torah I was the first time the first in the whole modern history of messianic Jews to circumcise my child you were the first I was the first at least in Israel I was the first you know all the Protestants condemned me how could you circumcise your son it was wrong we were the first congregation in Israel to celebrate the Passover we were condemned we were the first to have a Torah scroll and read from the Torah and pray from the prayer book from the Sidur we were condemned today praise God there is more than 20 congregations in Israel who have Torah scrolls and who pray from the Sidur and even some of the Russian speaking congregations in Israel but we have to look at historical Christianity it's not the religion that Jesus preached it's not the faith that Paul preached it's not the faith that Paul preached modern Christianity has nothing to do with Jesus it has to do with Constantine the Christianity we know today is Constantinian Christianity 4th century Christianity before that nobody knew about this kind of Christianity so yes I believe that the job of messianic faith is not reformation it is restoration it's too late to reform the church we have to start from the beginning starting from the beginning means very simple reading the plan and doing what it says it's not so complicated but it's very revolutionary and anyone that is studying messianic Jewish ideas is a revolutionary we want to change the church we want to change the synagogue because the Jewish faith is not that much better they have some things better but they are missing the key they don't have the key Yeshua is the key Yeshua is the key and without Yeshua Judaism is never going to be complete you see here people following the rabbis hundreds of thousands of chasidic Jews come to Umen to pray a grave of a dead rabbi he was a big rabbi he was probably a believer in Yeshua it's almost sure that he was I'm 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 almost sure that he was the people are worshipping him instead of worshipping Yeshua they're worshipping God so Judaism is no better than Christianity modern Judaism is as far from Moses as modern church is far from Yeshua and it is up to us up to you younger generation to change these things to change it in Ukraine and for me to change it in Israel if you're looking for quiet life go home if you stay here your life will be very interesting but not quiet because essentially if you learn what you're supposed to learn you will want to change the world and not play religion it's a very big big change and yes modern Christianity is essentially pagan it's pagan because it doesn't believe in one God even though believing in one God is the most essential teaching from Genesis all the way to Revelation and Christians are confused about this and pastors are confused about this and when you talk to pastors about one God and about the divinity of the Messiah you know what the end of the argument is 90% of the time you know what the end of the argument is 90% of the time it's a mystery we can't understand you have to understand it and you have to come to the conclusion there is only one God anyone who believes in more than one God everyone who believes in more than one God by definition is an idolator now I believe in the divinity of the Messiah I believe in the divinity of the Holy Spirit I believe in the Father, the Son, and the Holy Spirit I believe in the Father, the Son, and the Holy Spirit but I don't believe that there is more than one God and I don't believe that they are horizontally equal they are vertically equal it's a very big difference if they are horizontally equal that means that there are three gods but if they are vertically equal then there is only one God there is hierarchy there is equality and hierarchy and hierarchy do you understand this concept? because Paul says it very clearly 1 Corinthians chapter 11 verse 3 and 4 it says Christ God is the head of Christ right? and Christ is the head of men and men is the head of мужа and the woman is the head of the cat and the dog essentially there is hierarchy that hierarchy is not reflected in the doctrines of the church it's not reflected in the creeds of Nikkeia it's not reflected in the creeds of Trent of Chalcedon not reflected in modern born again Christianity when Christians sing God the Father God the Son and God the Holy Spirit every Jew and every Muslim in the world will say they believe in three gods and most Christians don't know what they believe in they don't believe in one God they don't believe in three gods they don't know who they believe in and that by definition is pagan and it's got to change and only with the help of the Jews it will change without the Jews the church cannot be the full church it's like trying to make a cake without eggs it's like trying to make a cake it's like trying to make a cake without eggs or chicken soup without chicken because the Jews are one of the main ingredients of the church потому что евреи это один из основных ингредиентов в церкви without that the New Testament church wouldn't be a church at all и без евреев новозаветная церковь вообще не церковь the church is made up of Jews and Gentiles церковь состоит из евреев и неевреев язычников you had a question кто по определению остаток ok yeah ok the term the term remnant остаток is an Old Testament not a New Testament the prophets of Israel the prophets of Israel Isaiah Hosea Amos talk about remnant what does it mean it means that there is a large group of people that are all a part of the community and inside that community there is a few people who remain faithful есть несколько людей или мало людей которые остаются верными a very interesting text is in 1 Timothy chapter 4 verse 10 maybe read it it's an interesting text можем прочесть 410 1 Timothy 4 10 ибо мы для того и трудимся и поношение терпим что поваем на Бога Живого который спаситель всех человеков а наипаче верных спаситель всех человеков но особенно верных тех которые верят вчера я ехал на такси из Киева и там впереди такси на управлении три айконы было на торпеде на торпеде поэтому я спросил водителя ты христианин? о да очень горжусь я христианин ты читал Библию? он сказал да много лет назад был ребенком тогда немножко читал а ты читал ее чаще? нет я не имею времени ты в церковь ходишь? он сказал раз в году хожу в церковь но он христианин он верит в Иисуса он верит, что Иисус его спаситель но он не является частью остатка почему? потому что он не очень верит не верит особенным образом то же было в дни Исаии весь Израиль избран Богом но не весь Израиль был верным и недостаточно сказать я верю это одна из этих лже-баптистских христианских доктрин я верю ну и что с этого? Яков говорит даже демоны веруют и трепещет вера недостаточно это начало но нужно продолжать нужно исповедовать Ишуа если вы стыдитесь Ишуа то Он постыдится вас перед Отцом вам нужно покаяться и продолжать дальше каяться потому что вы продолжаете дальше грешить нужно быть крещённым в оставление грехов если вы не продолжаете не продолжите недостаточно сказать просто Я верю и поэтому остаток это те которые верили Богу и служили Богу можно ли сказать что мессианские движения сегодня является святым оттатком Израиля и в то же время начатком спасения сегодня не можно не можно не можно потому что мессианическое движение наше дни мессианское движение нашей дни is one false lying movement I'm on television I know I'm on on video одно лже-движение, которое лжет. Это лже-движение. Оно называется мессианское еврейское. Но процент евреев в самом движении может быть 10%. Даже мессианские евреи настолько запутались. Даже в нашем служении в Иерусалиме. Даже Джозеф Шулам. Мы все путешественники. Мы на пути. Но движение все еще неправильное. И оно не полностью определено. И мы поколение, которое выходит из Египта. И мы настолько запутались. На последней неделе предыдущей я был в Штатах. И вчера я из Нью-Йорка прилетел. Четыре дня я находился в Нью-Йорке. На конференции мессианских еврейских лидеров. В Нью-Йорке. Можно сказать, самые главные мессианские еврейские лидеры. И восемьдесят человек там было у нас. Получается, восемьдесят лидеров еврейских, а два-три нееврея было. Они были наблюдателями, они ничего не говорили. И была такая дискуссия. Все эти четыре дня. Божественность Мессии. Божественность Иисуса. И каждый спикер Далил другой угол, с другой стороны смотрел. Другую грань рассматривал. И это замечательно. Это хорошо. Но это все указывает на то, что мы все еще находимся на стадии поиска. И это самое лучшее место, где мы можем находиться сейчас. Но как движение, мы еще не движение. Мы еще не из Египта. Мы все еще обсуждаем Куда нам идти из Египта? Или же вообще стоит ли нам выходить из Египта? И, наверное, на эту дискуссию идет еще сто лет, если только Иисус не возвратится. Мы все еще в стадии смятения, путаницы. И то же самое происходит в Украине и в России. Ситуация в Украине такая, что может быть в украинском движении 2% от всех евреев в России. 2% евреев и 90% откровение о том, что они не евреи. Откровение никакой пользы не приносит к департаменту по эмиграции в Израиль, потому что они с откровениями не разбираются. Вы можете назвать себя как хотите, как угодно. И если только вы не солжете и обманете израильское посольство, то вы не совершите эмиграцию. И у нас в Израиле уже есть 600 тысяч русских людей, которые не являются евреями. Они эмигрировали в 1990-х, в большей волне. И большинство из них несчастливы. И они желают быть бы им сейчас в Канаде. И некоторые из них поехали в Канаду. И в Штаты. Из Израиля. Да? Поэтому, как движение целое, мы в процессе. И это хороший процесс. Потому что две вещи могут происходить в этом процессе. Евреи могут услышать Евангелие. И неевреи могут исполниться Духом Святым. И жить такой жизнью, что спровоцирует ревность у евреев. И это станет причиной веры у евреев. И некоторые из моих студентов здесь в МГБИ, которые были здесь 13 лет назад, которые были не евреями, они в России теперь вовлечены в еврейское служение. И замечательно у них получается все. Как Юра и Катя Мохорт. Да? Как Уэйн Уилкс. Да? Как Юра, который в Николаеве. Да? Поэтому, если вы не евреи, у вас тоже может быть замечательная роль в Царстве Божьем. Только из-за того, что вы будете провоцировать евреев к ревности. И показывать им, что любите их. Вам не надо притворяться о том, что вы евреи. И лучше этого не делать. Но нужно проявлять свою любовь к евреям. И должны служить Богу. Так же понимать Израиль, учиться больше об Израиле, об еврейском народе. Так же понимать Новый Завет. Так, чтобы можно было о нем рассказать, как о еврейской книге для евреев. Потому что Новый Завет – это книга еврейская. Написано евреями. Может быть, один язычник. Лука, может быть. Да? Но в основном написано евреями. Иисус говорил спасение от евреев. И также ориентирована наша вера на Израиль, на Иерусалим. И все остальное – то, чему не учит среднестатистическая церковь. Они учат против этого всего. И поэтому ваши жизни, и ваши учения, и ваши служения, внутри церкви, и внутри синагога, может быть чем-то очень ценным для Царства Божьего. Поэтому не сдавайтесь. И также некоторые из моих предыдущих студентов МГБИ, которые переехали в Германию, и там они тоже замечательную работу проводят в еврейском среде. Это Ефим и Зоя. Кто-то из вас знает их? Да. И также там есть Стас Краснокутский. Да. И там есть другие, которые очень замечательную работу проводят. Поэтому будь вы еврей или не еврей, учеба в таком мессианском окружении, как это, очень ценна. Очень ценна. Иначе бы я сюда не приехала. Сегодня День независимости Израиля. Я должен быть в Израиле. Наша община там сейчас гуляет. Моя жена заболела. И я все оставил, чтобы сюда приехать. Чтобы с вами время провести. Потому что я верю, что это важно. Я верю, что это важно, чтобы вы были ориентированы на Израиль. И соблюдали заповеди Божьи. И я не говорю о еврейских заповедях, я говорю о новозаветных заповедях. Снова сделаем перерыв. И затем мы возвращаемся на последнюю занятие сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok.